Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Добро пожаловать на нашу очередную серию короткого технического обзора, куда смотреть при покупке того или иного подержанного автомобиля. Кстати, если вы еще не подписаны на наш канал, советую вам подписаться. На нашем канале вы найдете большое количество обзоров не только в формате тест-драйвов, но также и снизу на подъемнике. Каждый из этих обзоров может оказаться полезен при выборе автомобиля именно вам. Ну, а герой нашего сегодняшнего обзора – Mazda 3, 2015 год, в кузове BM. Mazda 3 в кузове BM встала на конвейер в середине 2013 года. Данный автомобиль продолжал выпускаться по 2019 год, когда на конвейере его сменило нынешнее актуальное поколение трешки. Машина могла иметь кузов хэтчбек либо седан, и также на российский рынок данные автомобили поставлялись с тремя вариантами двигателей. Все моторы атмосферные, все моторы цепные. Это старинный, в хорошем смысле этого слова, мотор объемом 1,6 литра, мощностью 105 лошадиных сил с индексом Z6. Также сюда могли устанавливаться более современные моторы, которые относятся к семейству Skyactiv. Полтора литра и двухлитровый двигатель. Но два литра на этой машине стояло до 2014 года, когда компания Mazda посчитала, что негоже создавать конкуренцию старшей модели 6 с таким же двигателем, и двухлитровый мотор из моторной гаммы трешки компания убрала. Поэтому, скорее всего, если вы смотрите такой автомобиль на вторичке, то ваш выбор будет сводиться к моторам 1,5 либо 1,6 литра. Коробки передач, механика, либо классический гидромеханический автомат в двух вариантах, привод безальтернативно передний. В начале ролика, по традиции, пару слов о кузове и качестве окраса автомобиля. У Mazda 3 данной генерации с этим все в полном порядке. Самым возрастным трешкам на дату съемки этого ролика исполнилось где-то 7 лет, и кузова их держатся молодцами. В отличие от первого поколения, где с коррозией были определенные проблемы, на данной генерации, несмотря на стандартную для японских автомобилей толщину окраса, порядка 110-130 микрон, все, в общем-то, с коррозией очень и очень даже неплохо. Сколы, да, имеют место быть, появляются, появляется на сколах поверхностный рыжий налет иной раз, но к каким-то повальным проблемам и какой-то повальной коррозии эти дела не приводят. Поэтому, если вы смотрите Mazda 3 в кузове BM, скорее всего, по части ржавчины автомобиль будет в порядке. Опять же, обязательно проверяйте машину на предмет участия в хороших ДТП. Что касается кузова, каких-либо характерных именно для данной машины болячек, тройка этой генерации не имеет, но надо сказать, что компания Mazda за годы выпуска данной модели так ничего и не сделала с ограничителями дверей. К возрасту 2-3 года, как правило, эти ограничители разрабатывались, и дверь переставала фиксироваться в промежуточных положениях открытия. А можно поменять ограничитель. Есть варианты в интернете, как справиться с этой проблемой подручными средствами, но, тем не менее, проблема такая есть, и присутствует она, так или иначе, на большинстве троек в кузове BM, как, собственно, и в любом другом кузове. Второй момент, связанный с кузовом, как и на шестерке, это механизм складывания зеркал. Достаточно слабое место на трешках. Пластиковые шестерни механизма достаточно легко ломаются и нередко выходят из строя. При покупке обратите внимание на то, чтобы складывание зеркал у вас функционировало исправно. Итак, под капот Mazda 3 в кузове BM могли устанавливаться три варианта двигателей. По объемам это 1,5 литра, 1,6 литра и 2 литра. Мощность 104, 120 и 150 лошадиных сил соответственно. На нашем экземпляре установлен самый базовый для данного автомобиля. Двигатель объемом 1,6 литра, мощностью 104 лошадиные силы. Это мотор с индексом Z6, хорошо знакомый по предыдущим поколениям трешки, перекочевавший сюда практически без изменений. Данный двигатель представляет собой рядный четырехцилиндровый агрегат. Привод ГРМ здесь выполнен цепью. Цепь на данном моторе голову своим владельцам практически никогда не греет и служит очень и очень долго, практически весь срок службы двигателя. Что касается ресурса, он также весьма и весьма велик. Данные моторы способны пробежать до капиталки порядка 350-400 тысяч километров пробега. Опять же, в силу простоты конструкции прежде всего. Здесь есть фазовращатели, здесь обычный распределенный впрыск, здесь нет гидрокомпенсаторов, зазоров, клапанов соответственно. Зазоры необходимо регулировать где-то раз в 120-140 тысяч километров пробега по симптоматике. Характерных моментов, с которыми сталкиваются чаще прочего владельцы МАСТ с данным двигателем, несколько. Первое – это повышенная вибрация на холостых оборотах. Как правило, причиной здесь являются подушки двигателя, просящиеся на замену. Второй момент – это плавающие холостые обороты. И причиной здесь чаще всего является подсос воздуха по впускному коллектору. Здесь необходимо либо обновить прокладку, либо посмотреть сам коллектор на предмет целостности его корпуса. Сам впускной коллектор здесь выполнен из пластика. И так же, как на предыдущих поколениях, БЛ и БК, с такими двигателями часто встречается стрекотание заслонок этого самого впускного коллектора. Проблема эта решается либо заменой всего коллектора в сборе, что не столь бюджетно, либо также существуют практически бесплатные и простые решения для того, чтобы эту проблему поправить. Материала в интернете на эту тему достаточно много. Также периодически требует внимания к себе клапан EGR. Его время от времени необходимо чистить, либо, как вариант, заглушить совсем. Что касается течи масла, то двигатели Z6 ими обычно не страдают. Если где-то и встречаются подтеки, то, как правило, это по поддону самого двигателя. При замене масла обновите герметик на поддоне и проблема уйдет. Что касается расхода масла на угар на двигателе 1.6 в исправном состоянии, он, как правило, не слишком заметен. Но если расход масла проявился, то, скорее всего, данный двигатель уже имеет большой пробег. И скоро понадобится обновить маслосъемные колпачки, но в редких случаях непосредственно кольца. Также этот двигатель является самым неприхотливым из моторов Mazda относительно неприхотливым к качеству топлива. Поэтому, если вы планируете к покупке Mazda 3 и в регионе, где вы планируете ее эксплуатировать с качеством топлива, скажем так, не все в порядке, то этот мотор, пожалуй, единственно возможный вариант для долгой и беспроблемной эксплуатации. Что касается двух других двигателей P5VPS и PEVPS, которые могли устанавливаться сюда, это 1,5 литра 120 лошадей и 2 литра 150 лошадей. Данные двигатели относятся к семейству Skyactiv. Mazda применила на них своеобразные формы поршни, облегченная поршневая группа, прямой впрыск топлива, то есть есть насос высокого давления, форсунки высокого давления. В приводе ГРМ на тех моторах также используется цепь, которая ходит порядка 150-200 тысяч километров пробега, прежде чем потребует к себе какого-либо внимания. В целом Skyactiv моторы получились достаточно неплохими, с ресурсом за 250 тысяч километров пробега. Единственное, что те двигатели очень сильно боятся детонации. Компания применила там целый набор функций, призванных с этой самой детонацией бороться. Но если вы покупаете тройку с мотором 1,5 либо 2 литра, помните, что ниже 95-го бензина вы в него уже не заправите. И не абы какого, а лучше вообще использовать 98-й. То есть чем более качественное топливо вы будете использовать на Skyactiv моторах, тем дольше они у вас проработают исправно. Бояться вариантов автомобилей с такими моторами не стоит, но более тщательно подойти к выбору, осмотру и диагностике двигателей Skyactiv, конечно, нужно. К плюсам обновленных двигателей можно отнести топливную экономичность, лучшую, чем у моторов предыдущего поколения, а также лучшую приемистость, лучшие мощностные характеристики. Единственное, что эксплуатация Skyactiv мотора в перспективе может оказаться дороже. Например, за счет того, что на Skyactiv вы не поставите уже абы какие свечи, там нужны оригинальные, иридиевые, качественные свечи и интервал их замены не более 60 тысяч километров пробега. Однако, каких-либо противопоказаний к выбору автомобиля с такими двигателями нет. Что касается коробок передач, на данной автомобиле устанавливалось 4 разновидности коробок, 2 механические, 2 автоматические. Механика 5 передач использовалась для мотора 1,6 литра, 6 ступка шла на моторах 1,5 литра Skyactiv. Коробки надежные, служат долго и без проблем на ресурс сцепления порядка 150 тысяч километров до замены в среднем. По автоматическим коробкам здесь стояли гидромеханические классические автоматы, 4-ступенчатые для мотора 1,6 литра, и на версии 1,5 и 2 литра устанавливалась более современная 6-ступенчатая коробка, которая, конечно, наделяет автомобиль лучшей динамикой и также лучшими показателями топливной экономичности. Проблем с любой из автоматических коробок на данном автомобиле нет. Как старый проверенный автомат не особо греет голову владельцам, так и более современная 6-ступка получилась у Mazda на редкость удачной. Единственная особенность 6-ступенчатой трансмиссии это присутствие незначительных толчков на холодную, на совершенно непрогретой коробке, то есть сразу после начала движения с первой на вторую может присутствовать небольшой толчок при переключении. Это не считается за патологию на данных автомобилях. Естественно, залогом долгой службы вашей автоматической трансмиссии будет регулярная замена масла в коробке. Дилерский интервал замены 60 тысяч километров пробега. Что касается рулевого управления, рейка на данных автомобилях электрическая, каких-либо особых болячек врожденных данный узел не имеет, срок службы более 100 тысяч километров пробега при необходимости ремонтируется. Переходим к осмотру Mazda 3 на подъемнике. После того, как вы посмотрели автомобиль снизу на предмет каких-либо течи масла по двигателю, хотя они для этих моделей не характерны, и убедились, что там все в порядке, можно переходить к осмотру подвески. Про подвески Mazda 3 можно сказать, что по сравнению со своим предшественником BL на кузове BM значительных изменений она не претерпела. Схема осталась та же самая. Спереди у нас Макферсон, сзади многорычажка. Ресурс компонентов передней подвески в среднем, это порядка 100 тысяч километров, у нас выхаживают передние рычаги. Первыми сдаются задние сайленд-блоки передних рычагов. Также порядка 100-150 тысяч километров служат шаровые опоры. Шаровые опоры по замыслу производителя меняются вместе с рычагом, однако выпускается достаточно большая номенклатура заменителей, которые можно перепрессовать и обойтись гораздо меньшим бюджетом при ремонте. Что касается срока службы стоек и втулок переднего стабилизатора, то здесь он на самом деле весьма неплохой. Компоненты эти выхаживают свыше 60 тысяч километров пробега. Естественно, все зависит от режима эксплуатации автомобиля. Что касается ресурса ступичных подшипников на трешках, он достаточно большой. Меняются они, как правило, по симптоматике и на пробегах уже хорошо за 150 тысяч километров. При осмотре снизу также обратите внимание на целостность пыльников-шрусов. На Мазде-тройке рваные пыльники приводов достаточно нередкое явление. Что касается задней подвески трешки, здесь у нас многорычажка. Сайленд-блоки ходят долго, порядка 200 тысяч километров пробега до первой замены. Но на что следует обратить внимание при осмотре подержанной трешки, так это на то, в каком состоянии находятся развальные болты. Они здесь достаточно часто закисают, и их лучше периодически крутить, смазывать и так далее. То есть немножко следить за ними, дабы у вас банальная регулировка сход-развала не превратилась в спецоперацию по удалению старых закисших болтов и замене их на новые. Также следует более тщательно и досконально подходить к вопросу обслуживания задних суппортов на трешках, поскольку часто попадаются подклинивающие задние суппорта, они закисают. Соответственно, как следствие, вы имеете неравномерный износ колодок. Зачем это все надо? То есть лучше периодически, нет-нет, раз в год сделать ревизию суппорта, обновить смазочку на направляющих и спокойно эксплуатировать автомобиль дальше. Также при покупке тройки обратите внимание на работоспособность стояночного тормоза. Это здесь также достаточно уязвимое место. Также при выборе Mazda 3 в кузове BM следует иметь в виду, что особое внимание необходимо уделить целостности пружин, как бы это ни звучало банально, но обратите внимание на то, чтобы пружины у вас не были лопнувшие, поскольку на данных кузовах это явление достаточно нередкое. Это касается задних пружин. Также оригинальные амортизаторы были прецеденты, что не выхаживали и 20-30 тысяч километров начинали течь. С чем это связано, неизвестно. Может быть, владельцам данных автомобилей повезло нарваться на заводской брак, может быть, компания Mazda сменила поставщика запчастей на конвейер, но факт остается фактом. На предшественнике БЛ с пружинами и амортизаторами все было немножко удачнее. Однако, если вы смотрите машину с пробегом за 100 тысяч километров, то, скорее всего, эти компоненты предыдущий владелец уже мог успеть и поменять. Поэтому просто поставьте себе галочку и проконтролируйте этот аспект. Итак, какой вывод можно подвести под все вышеизложенное? Каких-либо конкретных противопоказаний к покупке Mazda 3 в кузове BM нет. В активе данной модели мы имеем кузов, который очень хорошо сопротивляется коррозии, достаточно надежные ресурсные агрегаты. Это касается и более современных моторов серии Skyactiv. Практически безотказные автоматические механические коробки передач. Интересную азартную управляемость и достаточно большой ресурс компонентов подвески. Соответственно, если вы тщательно подойдете к выбору своего поддержанного экземпляра, данный автомобиль, даже при пробеге около 100 тысяч километров, позволит вам проехать еще столько же и не особо разорит вас ремонтами. Стоит ли Mazda 3 тех денег, которые за нее просят на авторичке, решать вам и только вам? Спасибо, что смотрели обзор. Если он вам понравился, если он был вам полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok